С каждым годом турнир по боксу памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР и судей международной категории Евгения Бурмистрова становится масштабнее и собирает все больше участников из других регионов страны. И по словам организаторов, это держит в тонусе местных спортсменов. В этом году мы немножко географию участников разбавили. Мы пригласили хорошую, мощную команду с Хабаровского края и с Амурской области. Ну, как бы в двух словах. Амурчанин приехал, победитель, по-моему, четырехкратный победитель Дальнего Востока. А ребята из Хабаровска, там их, по-моему, было трое, да. И каждый является в своей категории победителем Дальнего Востока. То есть это, ну, для ребят очень престижно. Один из гостей нашего региона – Никита Каменков. Он приехал из Хабаровска. Молодой человек занимается боксом с самого детства. Только в старшей группе уже шестой год. Участвовал в турнирах в Чите, Владивостоке и Южно-Сахалинске. В Магадан прилетел впервые. И практически сразу с самолета отправился на Рим, где уступил местному спортсмену. Боксировал с Магаданцем. Довольно равный бой. В целом, ну, мне турнир понравился. Турнир соперник хороший. Боксировал на ДФО, я помню его. Тоже вот ездил в этом году на ДФО в Владивостоке. Он там боксировал. Третьим стал призером. Я тоже вот третьим там стал. В целом, хороший соперник. Проиграл равный бой. Как рассказал президент Федерации бокса Магаданской области Петр Бурмистров, эти состязания – отличная возможность для профессионального роста ребят. Здесь они могут получить звание кандидата в мастера спорта, что даст им право принять участие в турнире имени Валерия Попенченко. Ну вот если турнир Попенченко – это турнир класса, это тот турнир, на котором выполняют мастера спорта. То есть здесь это турнир класса Б, на котором у нас все возраста. На Попенченко только мужчины взрослые, а здесь все возраста участвуют. И за счет этого мы наших все, начиная от младших юношей, всех ребят обкатываем. Они получают боевой опыт. Плюс те ребята, которые приехали, допустим, там Хабаровска, Мурская область, они привезли там парень один, четырехкратный победитель Дальнего Востока. То есть опытные они, практически все КМСы, все победители Дальнего Востока – это та конкуренция, которая нам здесь нужна и которая позволяет, боксируясь сильнейшими, становиться сильнее. Наш регион в этом году представили воспитанники Магаданской школы бокса, Центра спортивной подготовки сборных команд Магаданской области, спортшколы номер 5 поселка Сокол, а также Хасынского, Ягоднинского и Северо-Ивенского муниципального округов Исусумана. На турнир я приезжаю каждый год, потому что я Евгения Петровича знал с молодости, мы вместе, как говорится, чуть постарше у меня был. Поэтому я его уважал очень сильно, все время прекрасно с ним находили общий язык, и поэтому я всегда стараюсь приехать на этот турнир, привезти хоть сколько боксеров, готовых и новичков. Ну в этом году у нас из-за болезни там я не повез, несколько человек привез троих, и то один там заболел, вот один проиграл в четвертьфинале, вот, а один в 60 килограмм юноша выиграл серебро. Ну я доволен. Участие в состязаниях принимают боксеры от 12 лет и старше. Есть среди них и девушки, в этот раз их 10. Бой прошел хорошо, установку выполнили, все как было положено, по установке тренеры работали, все, что было возможно сделать, мы сделали, выложились. То есть можно было поднажать еще в третьем раунде, но чуть-чуть пыталась переиграть в сторону, боксировать по-другому, не получилось, нужно было боксировать, как начинал во втором раунде. По поводу того, что в бой всегда выходишь, всегда тяжело, никогда не бывает легко. Но это только нас забавляет, делает сильнее, лучше, крепче. От боя к бою мы будем идти только больше, выше, и будут только самые лучшие победы. Это пока только начало, дальше впереди чемпионат России, и там покажем самый главный результат. В прошлом году я с этим соперником столкнулся на бурмистер, у нас была матчевая встреча, и я ее проиграл. В этом году нас опять поставили, и я взял реванш. 1-1 по счету. Ну, что хочу сказать, был очень трудный бой, достойно себя показали, и я думаю, что я победу за своего. Турнир памяти заслуженного тренера России Евгения Бурмистрова давно стал одним из традиционных спортивных мероприятий. Он прошел в областном центре 21-й раз и объединил 120 боксеров. По словам организаторов, с каждым годом уровень их подготовки растет, а значит, есть все шансы, что совсем скоро копилка наград Колымы пополнится новыми золотыми медалями. Олег Дудник, Артем Булгару. Специально для Ковиды.